Салам алейкум, Дустар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггеря, а вот это реакция на сериал Саке. Четвертая серия. Давайте смотреть. В прошлой серии обнаружили жучок, и вот интересно становится, в чем замут. Я, конечно, предположил в прошлой реакции, посмотрим, подтвердится ли. Нет, Саид Саматович, этот нерабочий, видимо, от предыдущего Кима остался. Фух, слава богу, емное. Точно, да? Да, так точно. А здесь в комнате как бы что-то есть? Да, Саид Саматович, по комнате все чисто, комендант тоже чисто, все проверили. Спасибо, Чеггеря, Рахмед Синергиш, емное, переживайте пульт. Да не за что, Саид Саматович. Да не за что, не за что, все хорошо. Фух, че что ты? Слушай, видишь весь хлам? Чтоб ничего не осталось, все нафиг выкинь, хорошо? Хорошо. Если что-то интересное найдешь, только не оставляй, я знаю тебя. Саид Саматович, я так вообще не делаю. Ты делаешь. Я так не делаю. Делаешь, поэтому молчи. Все, ты меня поняла. Давай. Ты опять найдешь что-нибудь? Ну, почти как женские. Ну, почти как женские. Классная версия вообще. Ну, короче, как мы с тобой и говорили. Котки от души КРД и старого своего руководителя Хавель. Что он коррупционер, что он беспредельщик. Ну, короче, как всегда. Мы же вроде это не заказывали. Да, это вам. Комплимент от нашего заведения. О, у нас уже комплимент появился. Все, Рахмед Врач. Все хорошо. Когда? Как районниками стали, так сказать, власть вернулась. Ну, давай. За комплименты наши. Чуть не забыл. А у тебя что? Тоже было кое-таки игру пати? Ну, кое-таки игру баллонжок. В целом кое-то уже. Нарушение на нарушение. На бумаге одно, а по факту другое. И знаете, что интересно? У всех одна и та же отмазка. Ну, типа, мы же бюджет освоили, она умна. Вот это освоение бюджета, я тебе клянусь, это не в тему. Зачем? Ну, не освоил ты бюджет. Ну, верни назад. В чем проблема-то? На ворот молодец, медаль надо взять. Не давят. Не освоишь, голову оторвут, раком поставят. Ну, это схема. Это сто пудов чья-то схема. Ну, да. Типа, не освоил бюджет, вот и все. Вот все, теперь капец. Там люди ждали, мы могли бы эти деньги в другие русла там отправить. Да пофиг, какая разница. Он освоил бюджет. Ну, тебе-то... А в конце года паника начинается, потому что те начинают требовать освоение бюджета и те... Все, и коррупция. Это коррупция. Потому что они даже не знают, для чего они тратят. Им лишь бы по шее не получили. Я с вами полностью согласен. Ну, и знаете, еще и хотят давить на меня. Хм. Они так ничего не решат. Я им по-любому ни одинак не подпишу. Пока работу качественно не будут делать, вообще... В языке. Да пошли они в жопу. Мы сами сейчас кому надо. Так надавим, они охренеют. Ты за это не переживай. Там все должно быть четко, разберись. Системно прям. Порядок чтоб был. Чтоб все поменяли. Хорошо? Всех дармоедов нахрен надо будет убирать. Сам знаешь все. Мне нужен порядок. Понятно? Все, что я понял. Порядок на виду. Другого варианта нет. Только порядок. Вот ваш счет, пожалуйста. Что там у нас? Сколько там у нас? О, ничего себе. У нас что, скидка появилась? Да. У вас теперь постоянная скидка в нашем заведении. Ну давай пока не торопись с этой скидкой. Потому что сегодня скидка есть, завтра не будет ее. Давай, удачи тебе. Всего доброго. Работать будем, везде будет скидка. Тогда и будет к нам относиться как к людям. Жизнь такая, что сделаешь? Да. Что у тебя кстати какие планы? Просто мне сейчас надо еще хаашки зайти. Я тоже наверное поеду. Работы много. Да? А что с комплиментом будем делать? Да, пусть себе забирают. Это же в чистом виде взятка. А мы же против коррупции, правильно? Ну да. Я смотрю, прям плотно встали на путь исправления. Конечно, ема. Ну хотя за 500 тенге никто же не будет базаить, да? Таке, от души. Просто от души. Рахметься. Ну ты молодец. Можешь же. А? Как всех разыграл? Ха-ха-ха-ха. Даже в некоторые моменты, ты знаешь, даже я поверил, что ты стал правильным. Шеф, лицемерие, да? Мастер спорта называет. Лицемерие – это главная фишка госслужащих. Конечно. Впечатлил. Всех впечатлил. Красавчик, а? Молодец. Шеф, ну если честно, это благодаря вам. Потому что я чуть-чуть испугался. Ну? Когда выступал я, я испугался. Я думал, может где-то перегибаю. Ну я же тебе говорю, такие выступления рискованные, но они нужны. Вот. Того надо всех впечатлил. Вот поэтому тебя и повысили. В общем, давай дальше работать в таком же духе. Будь красавчиком. Главное, чтоб они не узнали твою сущность. Настоящую. А то у обоих будут проблемы. Катры назвать. А где пиво? Так. Эй! Сори, Сори. Эй, жук. Ты его когда уволил, я действительно подумал, что ты правильным стал. Вызнимайся к кому-нибудь. Да. Да. Менди хорхпэтмон. Испугался. Нервничает. Зато она, талгами Арманды конкретные скинули, да? Зато бабки у нас остались. Ты давай много небазарь, иди к парилку готовь. Все, что? Эй, Арманчик, ты привет передал сейчас. Ты не расслабляйся, Саки. А это в рука по хацамате. Я сто процентов оставляю при себе. Ну, должен же кто-то в Акимате грязную работу выполнять, правильно? Конечно, конечно. Район большой, бабла море. Поработаешь, соберешь, потом отнесем кому надо, а потом ты станешь каким-нибудь Акимом небольшого города, правильно? Куда я голоса? Куда я голоса? Куда я голоса? Ты же знаешь моё кредо жизненный, да? Работать и зарабатывать нужно здесь, а тратить нужно в другой стране, где условия есть. А знаете, почему там условия есть? Нет. Нет. Потому что там нас нет. Хе-хе-хе-хе-хе. Капсилеме бонды. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Шеф! Порядка дай! А? Ну, начнемся. Ну, начнемся, да? Да. Так, шеф, у нас, оказывается, какой-то есть. Хочь бы он был жив. Хе-хе-хе! Да! Да! Чё там красная нога есть? Вот он не пробивается, а, я ему раз. Да! Да. Да. Алло! Бля, ты где? Ау, Жан? Кому это он? Кто именно это? Я тоже соскучилась. Увидится тоже хочу. В обед. Ну, давай я у Саята отпрошусь, ладно? Саматович. Я сейчас перезвоню. Здравствуйте, Саят Саматович. Здравствуйте. У тебя еще парень появился? Угу. Неожиданно. Потому что я тупая и страшная, да? Нет. Хотя да, твой вариант мне больше нравится. Саят Саматович, можно я в обед отпрошусь у вас? У меня бабушка приехала, надо увидеться. Нет. Почему? Потому что я все слышал. Ты что мне врешь? Тупая, что ли? Ты что, подслушивали, что ли? Кофе с молоком и два сахара. Ну, нибудь. Насколько можно быть глупой и очень, очень глупый момент? Алло, Жанн! Меня спалили. БОДРАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! 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 Да беспредел тут происходит. Это у вас нужно спросить, что тут происходит? Так давайте успокоимся. И спокойно объясните, что у вас случилось? Мы все здесь многодетные мамы, и уже месяц не можем попасть в Акимат. Был старый Аким, нас не пускали, появился новый, мы опять попасть не можем. Вот он говорит, что он занят, у него есть дела поважнее. Деловой такой, у него дела, видите ли. А мы просто с шести-семи детьми без дела сидим дома. Женщина, успокойтесь, я вас понял. Ой, успокаивайте, дети верменьше, вы только умеете красиво говорить и все. И вообще, кто вы такой? Я Азамат Ярланович, я являюсь руководителем аппарата данного Акимата. Я вас услышал, всех немедленно даю сегодня. Понял? Давайте сделаем так. Во-первых, все успокоимся. Во-вторых, Аким в данное время не может принять нас. Да, 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 да. Послушайте, пожалуйста, но я, как руководитель аппарата, обещаю, что приму каждую из вас. Договорились? Ну, посмотрим. Хорошо, я не верю. Только если вы сегодня нас не примете, мы бы выиграли с ним и телевидение, и блогеров. Уважаемые, если я сказал, что я приму, то я приму вас. Не переживайте. Сейчас посмотрим. Всем нашим гостям предложи чай, кофе, молоко. Зачем нам не пищать? Вы нашу проблему решите. Смотри, сомат, и дела. Да-да, заходи, заходи. Как раз тебя я искал. Смотри, слушай, я здесь документы перебираю, здесь полный беспредел. это. Да у нас тут походу вообще ни хрена не работало это руководство. Надо разобраться, брат. Здесь нарушение за нарушением, е-мое. Ну да, я только что тоже убедился. Не по документации, а по факту. Там у входа многодетные мамы кипиш устроили. Говорят, что месяц как в Акимат не могут попасть. Ну вот, пожалуйста. Это же полный беспредел. Давай ты их послушай, отработай как положено. Хорошо? Ну имей ввиду, там многодетные мамы тоже не фонтан. Есть, которые реально с проблемами приходят. А есть, которые просто приходят, деньги клянчат. Бостон на босхо. Ладно? Ну да. Саль Саматович, я им сказал, что вы не можете принять. Может все-таки... Не-не-не. У меня сейчас серьезная встреча. И там силовики придут. Ну ты же понимаешь, политические моменты есть. Надо обговорить со всеми. Ситуацию на районе понять. Ну что тебе объяснять? Все, понял как. Все, рахмет. Рахмет, Ази. Саль Саматович. Не сейчас. Что там? Что-то срочно? Ну, что там? У меня бабушка умерла. Ой, Бакас. Такую дешевую отмазку придумала. Е-мое, 16 лет как будто тебе. Я так последний раз в школе отмазывался. Что просто с парнем погулять. Ты бабушку убила свою? Я бабушку, да, сказала? Нет, Саль Саматович, у меня этот... Собаку убили. Убили. Сдохла у тебя собака. Давай, иди отсюда. И мозги у тебя сдохли. Ну, тупанула, блин. Ему очень повезло. Честно говоря, пуля. Просто я его поцарапаю. Ни один жизненно важный орган не задет. В моей практике это впервые. Но пациенту требуется реабилитация. Поэтому я прошу вас, заберите его, пожалуйста. Я понимаю, нас попросили. Но я и так нарушила столько уставов. И вы же понимаете, в курсе, что в таких ситуациях нужно вызывать полицию. Все, все, хорошо. Во-первых, полиция сюда не приедет. Во-вторых, как только он придет к себе, мы его сразу заберем. Ну, хорошо. Пусть поправляет. Спасибо вам. До свидания. А денежку передал ей? Так, а это кто? Пока не раскрыть совершенно персонал. А, подожди. Куда? Осмотр сделать там? Недавно делали осмотр. Там промывка паховой зоны задней части там. Сам же знаешь, братан. Хорошо, хорошо. Блин, ну ты бы проконтролировал. А что, кто-то мог узнать об этом? Кто такой вообще? Откуда ты взялся? Канал, крошадка. Кого ты впустил, бля? Придурок. Канал, давай. Я думал, врачи. Долбан. Я всегда говорю, думать это не твое. Увези меня отсюда, бля. Да, шеф. Он же еще дышит. Чего стоишь, бля? Кончай его. Есть. Да хватит уже, блядь. Сводить надо. Жестко. Простите за опознание. Но кто узнал? Давайте теперь все по порядку. Спокойно расскажите, что у вас. И кто устроит. Азамат Ирланович, меня зовут Гаухар. У меня шестеро детей. Мужа у меня нет. Я сама работаю на трех работах. Мы живем в маленькой времянке. Все течет уже. Из-за сырости дети постоянно болеют. У меня зарплаты не хватает то на лекарства, то на коммуналку. Я про детский сад вообще молчу. У вас очередь в обратную сторону двигается. Я младших никак не могу устроить. Хорошо, хоть старшие выросли. За ними присматривают. Кстати, очереди они так и не дождались. В школу пошли. А школа? Это же вообще отдельная история. У меня все дети в разных школах учатся. Мы уже столько раз переводились. В 136-ю вообще не попасть. Хотя она через дорогу от дома. Да, знаю я эту 136-ю школу. Хорошо, я вас услышал. Эдель, зафиксируй все вопросы и сразу же отправляй на исполнение. Я обещаю вам решить все эти вопросы в самые кратчайшие сроки. Решайте, решайте, Азамат Ерланович. Вы же нам обязаны помогать? Я вас не понял. А почему мы обязаны? Вы же госслужащие. А государство нам обязано помогать. Но вы же можете помочь сами себе. Вы же работаете? Нет. А муж? Нет, ну как мы будем работать, а? У нас семеро детей, семеро. Ну дайте какой-нибудь магазин, бутик, ну дайте. Мы будем работать. И чтобы документы были, все в порядке. Чтоб не трогал нас. Вам легко говорить. Вы тут сидите, государственные деньги воруете. Улбэстэнахшанс, между прочим, налогоплательщиков. Женщина, успокойтесь. Во-первых, вы не работаете. И, соответственно, налоги не платите. Во-вторых, откуда у вас информация, что мы воруем государственные деньги? И, в-третьих, государство вам ничем не обязано. Пособие получаете? Получаете. А мы с нашей стороны можем вам помочь с устройством в садике, в школу, взять все расходы на себя, найти вам работу. Но просить магазины и так далее, это уже нагло с вашей стороны. Есть и другие социально уязвимые слои населения. И что интересно, вот они так никогда не делают, как вы. Ой, как всегда, ой, как всегда. Вы умеросы, сидертка. Нет, чтобы помогать нам, вы только рты закрываете нам. Хролай, успокойтесь. Вы сюда, кажется, с мужем пришли? Да. Позовите, пожалуйста. Да, ну просто. Славаевич, это вообще порожняк, капец вообще. Мы тут в прокуратуру пришла, КНБ пришла, полиция пришла, советская московская залика. Сказали, что никого не будет. Блин, классная серия тоже, жесть, жесть. Но давайте по порядку, как всегда. Так, у меня звук пишется, пишется. Я в шоке. В шоке. Просто в шоке. Короче, оказалось то, что этот звук вообще старый, но кто-то все-таки следил. И почему не подготовились к новому Акиму? Могли бы тоже как-то. Ладно, этот разговор и их там, то, что они правильные, это все, в принципе, ну... Понятно. Они уже не раз болтали так. Еще раз повторюсь, очень крутой дуэт Азамата и Саята. Прям очень интересно наблюдать за ними двумя. Самое, что меня шокировало, это шеф, который, ну, его похвалил за то, что, типа, лицемерил и, типа, хорошо так свою роль отыграл. Значит, у нас Саят нифига не изменился. Значит, он все тот же, но... Была у меня такая мысль... Но в один момент я поймал его взгляд. Вот как раз-таки на ше... Шесть пятьдесят, шесть, по-моему. Шесть пятьдесят. Настоящий в таком же духе, красавчиком. Главное, чтобы они не узнали твою сущность. Вот он сказал, главное, чтобы они не узнали твою сущность. И он же, мне кажется, про себя сидел и думал, типа, это ты вот сейчас не знаешь на самом деле мою сущность. Может быть, он вообще хочет все это дело сломать. Потому что, ну, корни... Да хотя, блин... Выше этого шефа есть еще ведь человек. Потому что он так и сказал, типа, заработаешь денег, отдадим куда надо, типа, вот. Поэтому не все так просто. Ну, в принципе, как и в Гоке, короче, то, что мы видели. Короче, очень круто то, что Саят Саматович ведет двойную жизнь. Он как бы и для этих свой, и для... Ну, правильных, неправильных, правильных. Жук вернулся. Напрягучий тип. В первом сезоне прям с ума сойти, как напрягал. Вот. Решили не избавляться от него. Капец. Как я рад. То, что Канат Ага жив в итоге. Не понял, правда, что там у него красная моргала на шее. Фиг знает. Ну, блин, как круто. Непонятно, что это моргало. Ну, наверное, это замок такой переливался просто от съемки. Ощущение было, как будто у него... Это вообще, мне казалось, он терминатором каким-то стал. Я не особо любитель, конечно, моментов, когда возвращают актеров. Если, типа, он умер. Вот. Ну, и рад то, что его все-таки не отпустили. А вот вернули в игру. Выжил при таком выстреле. Возможно, такое бывает. Ну, были такие случаи. У врача, конечно, такой первый был случай. Так, моменты слеза насчет парня. Типа, там, ей отпроситься надо. Очень глупо все было. И даже когда потом она пришла, типа, у меня бабушка умерла, мне показалось то, что она не врет. Я думаю, блин, она, наверное, сейчас серьезно, а тут не поверит. Но она потом такая, а, собака. И я такой, фак, какого черта. Вот. У Азамата, как всегда, грязная работа. Это выслушивать кого-нибудь, ездить куда-нибудь, что-нибудь выяснять и так далее. Саят такой. Типа, у меня дела. Все дела. Все как обычно. Так, вот этот момент с больницей, то, что охранник там, типа, впустил. При том, то, что уже осмотр был. Не знаю. Да и, ну, короче, больше всего мне интересно, это что за тип, откуда он взялся, какого черта, кто его заказал, кто узнал вообще то, что Канада жив. Вот это вообще пипец, как непонятно. Потому что, вот, вроде от него избавились. И, блин, он такой здоровяк, здоровяк, что и не смог отбиться. Мне кажется, ну, да он хотя... Ладно, его застали врасплох, и он не смог ничего сделать. Короче, даже оружие выбросил. Но кто, кто посмел попытаться второй раз его убить? Кто узнал, то, что Канада выжил? Звонок всего лишь один был, от одного человека. И я думаю, этот человек как раз-таки привез его в больницу. Фиг знает. Так, разговор с мамочками, там все, в принципе, тоже понятно. Но самое последнее, это жесть. Я понимаю, почему Азамат от нее избавился, потому что есть женщины, с которыми бесполезно спорить вообще. А если она еще выпившая, то там точно вообще без вариантов. И я поэтому понимаю, почему он в итоге позвал мужа, вот, потому что с ним куда проще было бы вести диалог. Что у нас в конце? А, ну и в конце... Почему все пришли? Или он, в принципе, готов был к этому? Он же вроде ждал. Или нет? Или я что-то ошибаюсь? Посмотрим, посмотрим, что будет. Но у него, по сути, никаких проблем не должно быть. Короче, серия классная, мне очень понравилась. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok